Сейчас мы знаем основы разработки веб-приложений и на примере разработки небольшой игры мы сделали фактически полноценное веб-приложение. Теперь мы знаем, что такое фронт-энд и бэк-энд. Если кто-то не знает, смотрите предыдущую часть. И для того, чтобы все-таки было более полноценное восприятие, мы подготовили также оформленный пример игры. И сначала мы в нее сейчас поиграем. Так, сейчас я запущу процесс. Вот у меня пока странички нет, ничего не запущено. Запускаю. И смотрите, здесь сразу уже видна атмосфера. Мы подобрали картинки, оформили, разместили, сделали цветовое кодирование и наши гиперссылки, которые выглядели в предыдущей разработке не очень, скажем так, привлекательно. А теперь они у нас очень похожи на кнопки даже, которые меняют цвета. Ну давайте сыграем. Итак, вот у нас уже такая атмосферная история и результат игры. Ну давайте сделаем так, чтобы нам попался другой дракон, добрый. Попробуем еще раз. Вот у нас еще хороший дракон, который рад поделиться с вами сокровищами. Конечно, мы подобрали быстро какие-то картинки в свободном доступе. Мы не рисовали их сами. А в идеале нужно использовать уникальные изображения. И для этого нам нужны художники, те, которые умеют рисовать персонажей, фоны, создавать какие-то сюжеты. Нам нужны дизайнеры, которые продумают размещение элементов в интерфейсе нашего проекта, чтобы к месту были кнопки, заголовки, тексты. И веб-дизайнеры должны все это представить в таких форматах, которые соответствуют современным стандартам. И, конечно, мы понимаем, что все эти творческие профессии должны уметь взаимодействовать с программистами. А программист уметь взаимодействовать с художниками и дизайнерами. И вот разработка игр — это очень интересная сфера, которая позволяет одному даже человеку быть многостаночником, уметь и программировать, и рисовать, и быть немножко дизайнером, и выбирать то, что ему больше нравится. Но в серьезных проектах, конечно, есть разделение труда, потому что все-таки это разные виды деятельности. Я еще раз желаю всем успехов. Придумывайте свои игры, пробуйте, экспериментируйте. И даже вот на этом примере на самом деле можно придумать любую другую игру. Не про драконов и не про сокровища. Алгоритм будет тот же, картинки будут немного другими, тексты будут другими. Соответственно, здесь еще стоит упомянуть о такой специальности, как сценарист. Тот, кто придумает различные истории, различные диалоги, различные взаимодействия. На одной и той же логике можно построить абсолютно разные истории. Поэкспериментируйте. Ну, чтобы было веселее, мы исходный код этого проекта тоже выложим на сайте, чтобы мы могли скачать и поиграть. Всем всего доброго и до новых встреч!